Новое прочтение Шарли Перро. Согласно новому ремейку знаменитой сказки, фея Крёстной Золушки была темнокожим геем. Сыгравший фею актёр Билли Портер заявил, что его персонаж бесполый, и это делает новую Золушку сказкой для нового поколения. Попадёт ли такая сказка на российские экраны? Фея Крёстной Золушки была темнокожим геем, по крайней мере, согласно новому ремейку знаменитой сказки. А более того, сыгравший её актёр Билли Портер заявил, что его персонаж бесполый, и, по его мнению, это делает новую Золушку сказкой для нового поколения. О том, что это плевок на наследие Шарли Перро или самобытный режиссёрский ход Андрея Ромашкова. Как всё было просто в 30-м царстве. Мальчик ищет девочку, девочка ждёт, пока её спасёт мальчик. И живут они долго и счастливо. Но нет, теперь пришли другие времена. В новой киноадаптации Золушки от режиссёра Кэй Кэнон, которая наверняка хотела бы, чтобы её называли режиссёркой, Фею Крёстную сыграет чернокожий актёр гомосексуальной ориентации. А сама фея будет лишена признаков пола, рассказал CBS исполнитель роли Билли Портер. Мы только что закончили съёмки. Мне очень нравится, что сценарий, который написала Кэй Кэнон, это действительно Золушка для нашего поколения, для нового поколения. Это не Золушка, которая ждёт, пока её жизнь станет осмысленной благодаря мужчине. Это история о том, что она сама обретает силу. И тоже касается того, что Фею Крёстную играю я. Это подчёркивает идею о том, что у искусства, креативности, магии у них нет гендера. И я очень excited about it. Для сказки современной она может быть очень продвинутой. Мы ещё не видели фильма, но мы видели пятый элемент, где мы не очень задумывались над тем, над полом персонажей, над релевантностью вот этой ситуации и их взаимоотношениями. Поэтому мне кажется, что надо быть спокойными, внимательными и судить произведения, как говорил Пушкин, по законам самим автором над ними созданными. Пока не ясно, попадёт ли фильм, запланированный к релизу в феврале будущего года, на экраны в России. С одной стороны, российские власти довольно избирательно подходят к теме гомосексуальности. С другой – это личное дело актёра, а Фею Крёстную обещают показать лишённые гендера. Один из вариантов – творческий подход к переводу фильма на русский, как было сделано с ЛГБТ-персонажами «Мстителей» и мультфильма «Вперёд», говорит кинокритик, обозреватель «Медузы» Егор Москвитин. Я думаю, что её всегда можно озвучить как просто очень эксцентричного персонажа. И в наших мультфильмах, в наших фильмах тоже таких персонажей всегда хватало, про которых при определённой фантазии можно было подумать, что они не такие, как все. Мультфильмы «Вперёд» и фильмы «Мстители» у нас всё аккуратно переозвучили. И, наверное, крупные компании, которые рассчитывают на международные сборы, не будут оставлять такие монтажные возможности, потому что не только Россия, не сам большой рынок, но и, например, очень крупный Китай осторожно относятся к любым инновациям подобного рода в драматургии. Но в целом, я думаю, что всё равно все придутся к пониманию того, что семья – это всегда семья, любовь – это всегда любовь. Так что я позитивно и спокойно к этому отношусь. Вопросы у критиков могут возникнуть и по поводу расовой принадлежности актёра, мол, не могла в Европе появиться чёрная фея. У кого-то это вызовет справедливое опасение, что их дети, посмотрев альтернативную «Золушку», будут иметь ошибочные представления о европейской культуре. Так же было с чернокожими персонажами в экранизации «Ведьмака», из-за которых Нетфликс обвинили в искажении исторической реальности. С другой стороны, в Европе не было и чёрных драконов. К тому же «Золушку» придумал не Шарль Перро, сказка основана на популярном бродячем сюжете о поиске девушки с помощью туфельки. А самая ранняя версия «Золушки» была обнаружена на египетских папирусах. И хотя феи как таковой там не было, большинство персонажей оригинальной сказки без сомнения были смуглыми. В любом случае, если новая киноадаптация знаменитой сказки кому-то совсем не понравится, всегда можно посмотреть любой другой из десятков фильмов, мультфильмов и сериалов, основанных на более традиционной трактовке «Золушки». «Золушки». «Золушки».